Редкий дачный участок обходится без роз, или же как минимум, но хотя бы пару кустов всегда украшают сад. При этом холодный зимний климат нашей страны, он губительно сказывается на этих капризных цветах. И поэтому очень важно правильно и своевременно организовать им условия для щадящей зимовки. Ну а так как уже приближаются заморозки, то давайте вспомним, как нужно готовить розы к зимовке. Как их обрезать осенью, и самое главное, это как правильно организовать укрытие этих любимых цветов. Итак, как всегда начну с самого важного вопроса, это со сроков укрытия. И делать это нужно как раз в то время, когда наступает устойчивая холода с температурой до 5 градусов мороза. В моем регионе, то есть в среднем по Волжье, это ориентировочно конец октября, середина ноября. В зависимости от того, какая осень. Ну а что же касается всей процедуры подготовки роз к зимовке, то самым первым шагом я начинаю с обрезки побегов. И вырезаю все мягкие, травянистые или же невызревшие побеги. Потому что именно они сгниют и однозначно станут воротами для различных инфекций. То есть я оставляю только хорошие, вызревшие стебли, обрезав их на длину 30-40 см от земли. При этом обратите внимание, что сам срез лучше сделать наискосок по направлению от почки вниз. Так, чтобы эта почка оставалась наверху. Тогда она не будет загнивать от застоя воды, так как на этом месте вода будет быстро скатываться, а не застаиваться. Кстати, если эту обрезку сразу совместить как формирующую, то будет еще лучше, если этот срез делать над той почкой, которая смотрит наружу куста. Чтобы в дальнейшем отросток, который пойдет из этой почки, он рос не внутрь куста, а вширь. Далее, после того, как побеги подготовлены, их нужно накрыть любыми природными материалами. То есть это может быть сухая листва, остатки сухих цветов, тот же лапник, или же обрезки от любых кустарников в вашем саду. И вот с помощью этой органики нужно соорудить небольшой шалаш. В этом году я специально для этих целей, сразу же после плодоношения малины, обрезала отработавшие побеги и оставила их сушиться под навесом для укрытия роз в зиму. Поэтому сейчас проблем с укрывным материалом у меня нет. И не нужно для этого ехать в лес за лапником, собирать там хвойные веточки и тому подобное. Для этого я сверху на розы холмиком раскладываю сухие стебли малины. И в дальнейшем именно они обеспечат и запас воздуха, и опять же таки спасут розы от подпревания. Кстати, именно весеннее и осеннее подпревание роз является наиболее частой причиной их гибели, а не зимнее вымерзание, как многие думают. Поэтому если их укрыть сразу же после первых заморозков, то обычно после них возвращается тепло. И как результат под этим укрытием скапливается конденсат. А это и есть идеальная среда для развития грибковых заболеваний. В итоге пораженные розы плохо зимуют. Поэтому под укрытием нужно обязательно, чтобы был сухой воздух. И если вдруг после заморозков вернулась оттепель, то в нем нужно предусмотреть вентиляционные отдушины. И как вариант приоткрыть торцы для проветривания. Далее, после того, как я укрыла розы малинными побегами, я сверху этот получившийся холм накрываю старым спонбондом, сложенным вдвое. А чтобы его не сдуло ветром, сверху прижимаю его к земле садовой пластиковой сеткой. Прикрепляю ее края к земле металлическими скобами, которые сделаны из электродов. Вот такой зимний домик в виде тоннеля с покатыми стенками защитит растения от морозов. А спонбонд он создаст правильный баланс между влагой и воздухом. При этом осенняя влага будет частично впитываться материалом и просто скатываться по стенкам. Да и сами малиновые побеги, они тоже частично будут брать на себя конденсат. Спасибо за просмотр, ставь палец вверх и подписывайся на наш канал.